добрый вечер девчонки зрители подписчики не знаю даже как смотреть чтобы показать себя как я сегодня загорела посмотрите на солнышке вот все-таки горное солнце от него быстро загораешь такое румяное румяное лицо стало вообще такой классно отдохнул и сейчас выйду обратно на улицу пойду в центр опять буду снимается вечерний стрит-стайл и на самом деле сняла очень много вечернего стрит-стайла вчера ночью не вчера ночью в 430 я приехала я специально сразу пошла потому что вокзал автобусный прямо рядом одна одна минута 30 секунд от центра и я такая быстро даже куда смотреть девчонки не умею через зеркало я сразу пошла по центру потому что вчера это предрождественская ночь была и люди сразу уходят на на ужин где-то 8-9 часов я успела заснять я приехала в картина диампетса специально чтобы поработать чтобы снять вот этот вот предпраздничный предрождественские рождественский стрит-стайл итальянцев итальянок от 18 лет до 90 лет потому что в картина ездит картина диампетса ездит очень много со всей италии очень состоятельных людей у которых давным-давно куплены еще в 70-х годах дома поэтому вот только что мне прислали линк моих незаменимых дружениц хейтеров которые даже охаяли мою прогулку по вечернему по вечернему по вечерней деревне куртина который состоит только из одной улицы и на этой улице одни бутики рестораны и бары потому что проезжают все состоятельные люди раньше со всего мира проезжали до пандемии просто сейчас из-за пандемии невозможно проезжать очень много было наших русскоязычных и даже казахов очень много было вообще миллиардарьев так вот не завидуйте или завидуйте молча во-первых рождество это не праздник казахов я казашка к тому же я атеистка поэтому я не справляю рождество я уважаю что католики справляют по своей религии день рождения своего бога своего христа и все такое изучали мы все в советское время атеизм и религию и в школе и у нее и в институте я закончила под институт поэтому все я про религии знаю дальше семья мои моей невестки и молдаванки они не справляют рождество католическое потому что они очень сильно верующие православные которые каждое воскресенье ходят церковь православного в абонатерме или не знаю там в общем они все время ходят в церковь у них вся семья вот прямо не просто так которые из-за моды и сейчас как пошла мода верите в церковь ходить в церковь раньше никто не ходил все были атеисты в советском союзе а теперь все бросились в религию из крайности в крайность как говорится но это их выбор я выбор всех уважаю они не справляют я вчера перед отъездом забежала к милиссе обняла там принесла им панеттоне у них в италии принято дарить панеттоне вот этот вот поэтому никакого ужина у них нету потому что и мой сын и моя невеста к сожалению вашему все время работают поэтому никаких застольев нету на рождество или предрождественское у молдаван тем более и могу сказать что очень было много в ресторане и вот я вчера поужина в ресторане и в ресторанах очень много народу туристов которые вы не думайте что все прямо все итальянцы сидят по домам зацикленные на своих родственниках зацикленные на этом рождество на этом застолье есть где-то 30 процентов итальянцев которых я знаю с которыми я жила тоже мы все время на рождество на новый год все время уезжали потому что мои мужчины и мне нравилось вот эти вот посиделки бесконечные семейные так и так семью родственник все близко живут так и так каждый день видят многие даже вместе работают наоборот когда каникулы когда хоть какая-то 15 дней можно куда-нибудь уехать все собирают чемоданы и уезжают подальше подальше даже из италии так что не не думайте что прямо как у этих хейтеров в голове своей фантазии в-третьих они наверное от зависти умирает что я живу двадцатого года в италии и могу себе позволить приехать в самый дорогой курорт горнолыжной италии куртина диампеции где номера в отелях стоит 1000 евро на рождество и новый год а вот это вот квартиры где я щас ночую вообще эту квартиру даже на уикенды и по неделям не сдают эту квартиру сдают сразу на сезон и эту квартиру снимает один и тот же человек итальянцы все квартиры здесь в этом доме сдаются которые ну и и сами мои друзья живут и сдаются и сдаются они из года в год каждый год одним и тем же людям поэтому в эту квартиру приезжают с 30 декабря и до 1 мая вот так вот знаете по сезону и на море тоже по сезону сдают на 5-6 месяцев минимум от 8 до 10 тысяч евро стоит сразу предоплата вперед никаких там помесячно понедельно нету оплаты в третьих так как я работаю последнее время я работаю у меня нету возможности приезжать больше как раньше по две недели там но на новый год уеду конечно три дня пока не буду говорить куда и с кем не буду говорить что хейтеры ждали куда я поеду чтобы они опять потом сочинили свои безумные видеомонтажи они думают что я буду переживать как раньше болеть плакать в депрессию впадать а я так прочитала сейчас мне приняли прислали с крыши то я прочитал думаю что за дурочки такие что о чем они пишут просто это я вот я уверена что это зависть потому что как говорит народная русская поговорка я всегда поговорка меня потому что народ никогда не ошибается русская поговорка говорит не имей 100 рублей а имей 100 друзей запомните раз и навсегда надо уметь дружить с людьми надо уметь дружить с итальянцами поэтому это тоже надо заслужить в жизни чтобы тебе бесплатно давали такие хоромы доверяли тебе такие хоромы и все такое это да это по я могу пригласить и подружку и моего сына просто они работают я их не могу пригласить и мою внучку и все это мне лично бесплатно а другим 10 тысяч евро за четыре месяца вот поэтому что мне из-за ваших дурацких видео и как его называть комментарии переживать моя жизнь прекрасно я очень довольна я не зациклена на на традициях единственное что меня вот что я люблю проводить на самом деле красиво это новый год это я вам гарантирую что будет красивый новый год в этом году поэтому не переживайте за меня мои хейтеры все у меня прекрасно все у меня хорошо надышалось свежим воздухом смотрите какой румянец видите какой румянец какое лицо светится 54 года посмотрите какие волосы бабка бабка сами вы бабка смотрите на мои белые ровные натуральные зубы не сделанные не вот эти непокрытые понимаете 54 года иметь такие я могу даже загрызть вот это вот дерево своими зубами потому что я веду здоровый образ жизни никому не завидую никому не делаю как это называется травлю научилась слову травля за два года жизни виртуальной в ютубе жизни раньше никакой травли никакой зависти никакой злости не принимала ни от кого поэтому это для меня новость что такие люди есть которые сидят где-то на своих диванах наверное обшарпанных и пишут и пишут и пишут и пишут и пишут и сочиняет но неужели даже в рождество вам делать нечего успокойтесь успокойтесь уж мои хейтеры займитесь собою походите как я пешком хотя бы съездите в горы дешевые недорогие как азиак даже азиака дорого для вас понимаете есть дешевые горы которые можете просто утром приехать целый день на солнце погулять и вечером вернуться и у вас будет вот такие вот здоровые румяна посмотрите какие у меня румяна от солнышка сегодняшнего я вся прямо вот знаете сама сама не нарадуюсь себе как будто сама вот только что из сауны вышла как будто из финской такая вся прямо свечусь как это как будто с неба спускаюсь ангел в рождество поэтому девчонки старайтесь не старайтесь мне очень вас жаль что вам никто не даст такую квартиру я вчера уже показывала эту квартиру я специально себе купила красное такое шерстяное пальто она оказалась таким теплым не даже сегодня было жарко а и